Осталось внести последний штрих. В ближайшие дни в Красноярске ведут в эксплуатацию новый паром. Сегодня на Красноярской судостроительной верфи побывал в Рио губернатор окрая Виктор Толоконский. В каком направлении будет развиваться судостроительство региона? Сюжете далее. За этим штурвалом капитан судна совершит первую поездку в ближайшее время. На пароме осталось закончить электрику и отделочные работы. Корпус полностью отстроен. Возводить дорогостоящий водный транспорт начали в 2012 году, в том числе и за счет краевого бюджета. Судно обошлось в 164 миллиона рублей, 12 метров в ширину и 40 в длину. Такие параметры уникального грузопассажирского парома. Уникальность в том, что для него не нужен никакой толкач, он сам на своем ходу ходит. У него есть аппарели, ему не нужны, по идее, никакие пристани, он может к берегу подойти, из берега забрать. В данный момент это первое судно самоходное, ну вообще такого плана. Здесь строили паромы для того, чтобы буксирами использовались. Всего на пароме одновременно могут перевозить до 60 человек и 100 тонн груза. Судно будет ходить до игарки и доставлять людей в другие населенные пункты края. С одного судна на другое. Оценить комфортабельность и вместительность нового парома на судоверф прибыл вместе с речниками и временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Толоконский. Первым делом посмотрел, какие условия на пароме для пассажиров и самих речников. Поинтересовался и как устроена кабина капитана. Да, кто управляет, это механизм его управляет, это машинами. Во время встречи с речниками Виктор Толоконский отметил, что такой большой объем работ, как на Анисеи, не выполняется на других веках страны. А потому развивать судостроительство необходимо и дальше. Кроме того, в других направлениях. Одно из них – туристические суда. Конечно, нам нужно найти решение, как строить современные уже суда для туристов. Не могу пока обещать пароходцу, что это можно сделать за деньги краевого бюджета, но обращусь в правительство, будем с Ростуризмом смотреть. С учетом того, что будет масштабное развитие Арктического Севера, потребуются научные экспедиции. Но в ближайшее время судостроителям предстоит закончить самоходный танкер. Он будет работать на жидком топливе морского класса и отправляться в северные территории края. Ангелина Селина, Александр Сагайдак, Новости ТВК.